Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами будет игрушка под названием The Tenants. В ней мы будем выступать в роли профессионального арендодателя, и только от нас с тобой будет зависеть успешность его работы, успешность работы нашего главного героя. То бишь мы будем сдавать в аренду какие-то определенные помещения, я так понимаю, обставлять их, и, короче, Sims, только не Sims. Вот, давай посмотрим, так, пусто-пусто, выберем главного героя, это индейец какой-то, индус, розового волосая девушка, какой-то непонятный человек с флюсом, видимо, или это у него просто так повернут капюшон. Кто из них больше всего похож на меня? Давай, наверное, вот этот вот, зачесываем такой на бок. Хотя вот этот тоже зачесываем, но вот этот выглядит куда более приятно. Начнем... А, вас зовут, нас зовут PandaPlay, давай напишем, а, просто Panda напишем, да и все, нас зовут Panda... Да, блядь, Дмитрий меня зовут, что же Panda-то? Дмитрий. И, собственно говоря, начнем. Посмотрим. Это просто краткий обзор на игру, не более того, проходить мы, наверное, ее не будем, потому что, ну, проходить у нас пока есть что, но если понравится игрушка, в принципе, пожалуйста, но только после того, как мы закончим с трейдером, с рафтом и со всем тем, что мы начали уже до этого. Здорово, дед! Рассказывай, че к чему. Добро пожаловать в этот... Сейчас у нас небольшой миграционный кризис, но это все еще отличный город. Я очень рад. На данный момент ТРПР-8 дыры недосягаемости, со временем мы разблокируем другие города. Короче, это будет в следующих обновлениях, наверное. Готовы идти? Нажмите на трущобы. А вот и ты, отличная работа. Я и раньше видел, как люди терялись здесь. В любом случае, проверь свой мобильный телефон. Я стоял работу для тебя, прими ее, прежде чем это сделает кто-то другой. Угу, подожди, а где телефон? А, вот телефон. Так далеко сделали, это в углу, в самом, неудобно. Задание. Задание оплаты 4000 долларов от дяди Стива. Нужен кто-то, эээ, кто превратит мой старый трейлер в место, пригодное для жилья. Хорошо, давай. Клево, я знал, что все получится. Конечно, конечно, получится. Мы же, блин, арендодатели еще те. Отлично, теперь время для настоящей работы. Пойдем в мой старый дом на колесах, в котором когда-то жил мой друг Педро. Он, возможно, выглядит грязным, но держу пари, вы сделаете его красивым и необычным. Да, я думаю... А, вот сюда надо нажать. Ох, господи, да что из этого можно сделать? Блин, в лес отвезти да пристрелить. Что с этим можно сделать? Так, закрой телефон, мне нужно... Опа, ничего себе. И чего? Начать работу. Окей, я внутри. Кажется, здесь полно мусора. Почему бы не начать с него? Знаю, вам не нравится пачкать руки, поэтому дайте мне знать, что именно нужно убрать, а я сделаю все остальное. То есть мне деньги платят, а он еще и убирается. Очистить. Приколюха. Очистить. Да, ничто нас не остановит, если мы продолжим в том же духе, но у нас еще полно тел, поврежденная сломанная мебель. Дай мне знать, что с этим... Что с этим делать. Подожди, давай помойку уберем сначала, а потом уже будем разбираться с мебелью. Блин, ну, в целом приколюха. Приколюха, игрушка прикольная. Пока еще ничего страшного не... Ну, ничего такого неприятного здесь не происходит. Как бы все здорово, все приемлемо, все мяконько так. Сломать плюс 99, обновить шанс. Что такое обновить шансы? Кстать шансы или что? Блин, громковато. Слушай, громковато. Все-таки эти происходят всякие эффекты. Давай их уберем вот сюда, чтобы они нам не сбивали. С панталыки нас. Ой, здесь так это... Стены появляются не при... Нет. Ну, как будто они прямо прорисовываются при тебе. Чиним шкаф. Обновить шанс. 100%. А! Обновить шанс, я так понимаю, да? Правильно? Нет? Ага, да. В скобочках шанс написано. 70% шанс обновить. Вот и все. Классно. Вы можете закончить уборку, указав мне на входную дверь. Попробуйте, обещаю не принимать это на свой счет. Ммм, хорошо. Выход. Классно. А, да, хочу покинуть помещение. Кликни на помещение, вводи в режим ремонта. Хочу поближе посмотреть на ситуацию. Давай. Начать ремонт. Добро пожаловать в режим ремонта. Во время ремонта игровое... Ммм, будет приходить медленно, так как... Вы остались на работе, в верхнем левом углу задания. У вас остается бюджет, который будет окрашен в синий цвет, чтобы отличать его от ваших денег. Ладно. Для доступа к различным функциям ремонта используйте меню в нижней части экрана. Некоторые из них пока недоступны, но не волнуйтесь, вы их обязательно найдете. Вы можете повернуться в игру, нажав кнопку выхода в последней вкладке. Че его? А, это просто это... Это в игре, наверное. Махнули кофеечку и погнали. Сделано. Отделка полов ковер. Уже выглядит намного лучше, теперь займемся полом. Ознакомьтесь со списком справа. И вы видите подходящую напольную плитку из списка ниже. Наведите курсор на определенные элементы, чтобы узнать больше. Хорошо. Нам нужно полы ковром об этого обделать. И, собственно говоря, давай возьмем самое дешевое, что здесь есть. Мемфис. А тут же нет вариантов, ну, особых каких-то требований. Думается мне, что нет. Так, держать, посмотрим, сможете ли вы сделать так же хорошо стены. А, ну это в ванной, наверное, здесь не нужно. Сто процентов, да, все, полы все сделали. Ммм, закрыть. Чего нужно сделать? Посмотрим. Ммм, а, стены нужно. Стены в правой стороне. Покраска стен в красной. Я ж ковром все это сделал. Ну да, должен быть ковром. Красные обои. Слушай, приятно так выглядеть все стало. Да чё, ай-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ. Все должно быть в красном. Отлично. Теперь самое интересное, мебель. Возьмите мебель, которая вам понравилась и разместите ее в квартире. Вы можете вращать предметы на Z и C. Вы также можете вращать камеру, удерживая. Это я знаю, я научился уже. Стандартное управление, можно сказать. Ммм, мебель мне нужна. Да. Предпочитаемая мебель DVD-диски? Что? Что это за мебель такая? Держатель, что ли, какой-то? Телевизор, диван, унитаз, туалетная бумага. Погоди. А, мебелина, мебелина. А, блин, ну правда Sims? Слушай, прям все, что в Sims'е было, все и здесь. Или нет. Может, давно я в Sims'ов не играл. Размещение таких предметов не обязательно, но повысить рейтинг вашей работы. Хорошо. Так, ну то есть мне нужно вот эту вот всю бандурину прихерачить в его дом. А куда мне это поставить-то? У него здесь нет ничего. Это холодильник или что? Хрен его знает. Блин, можно было бы крутить предметы на мышку? Поставим пока вот сюда. Понимаете, я теперь оставлю, закончите место так, как вам нравится. Но не забудьте проверить все требования, прежде чем завершить работу. Хорошо, договорились. Диван, туалетная бумага, нагреватель. Слушай, туалет у нас должен быть вот здесь вот где-то. Потому что здесь все-таки ванная. Ой, ну да, ванная, все дела. То есть вот сюда вот нужно присандалить туалет. Самый дешевый дешманский туалет у нас вот этот. Вот этот дешманский туалет мы присандалим вот сюда. Нет, подожди, как он в ванную-то ходить будет? Вот сюда надо его прихреначить. Удобно же будет вот тут? Наверное, да. Ну да, в принципе, нормально, ровненько. Слушай, а тут колесо должно быть. Мне кажется вам, что здесь немножечко не продумано. Прямо дом на колесах, прям реально дом. Унитаз поставили, телевизор... Так, что здесь еще? Подожди, не вижу нифига. Телевизор, туалетная бумага... А, ну туалетная бумага-то, собственно, нужна, да. Ну нет, ну это прям совсем дешманско выглядеть будет. Давай прихреначим ее вот сюда. Отлично. По левую руку-то удобно? Ну, наверное, да. Телевизор. Телевизор будет у нас... Нет, это дорого. Как слышать? А где у меня там бюджет-то? 9000 долларов? Наличные 9000 долларов. Да тут можно, наверное, и вот... Наверное, и вон сюда вот прихреначить, нет? Ну нет, ну мне же здесь нужен стол наверняка. И диван здесь нужен по-другому выглядеть. Ну блин, все здесь не так надо делать. Вот это можно переместить? Давай вот сюда пока поставим. Диван поставим вот сюда. Ну, чтобы у человека все было красиво. Мы же были все-таки, как-то сказать... По-хорошему хотим все сделать ровненько. Ровненько. Все стоит ровненько. Красивенько. Берем, перемещаем вот это вот сюда. Правильно? Правильно. Блин, двери не будут открываться до конца. Вот это неудобно. Хотя, давай заманляшим вот так вот его. Вот так будет точно открываться все хорошо. Это что у нас вообще было-то? Не знаешь? Тут не пишут, что это? Но, видать, нет. Ой, куда ты перепрыгнул-то? Да что ты, блин, потерял меня. Потерялся. Представляешь, потерялся. Блин, что-то мне ярко, как все светит из окна. Я не могу прям... Столовая. В столовой у нас должен быть... Должен быть столик какой-нибудь. Столик. Мне нужен столик, который, знаешь... На кухне, на кухне должен быть столик. Кухонная тумба... Столешница, тумба... Угловая. Нет, угловая нет. Мне нужен... Мне нужна вот такая вот столешница, наверное. Наверное, нет. Наверное, не так. Хотя на место экономит. Наверное, правильно будет ее и поставить. Давай вот так вот присандалим. Блин, вот это переместить бы тоже не помешало бы. Но куда ее перемещать? Там батарейка. Тут, блядь, места-то нет особо. И... Хотя переместить и под окном. Можно вниз немножечко опустить, нет? Но почему она на одном уровне должна всегда быть? Что это за несправедливость? Ладно, вот это посерединке. А вот это вот перемещаем вот сюда. Правильно, правильно. Вот сюда перем... Ну... Вот так вот здесь. А это перемещаем, ставим вот сюда. Пускай здесь будет. Блин, ну... Ну ладно, ладно, ладно. Не будем уж совсем-то придираться, правильно? И вот сюда вот прихреначиваем телевизор. Потому что телевизор нужен. Потому что человеку нужен телевизор, а мы... Мы ему обещали его купить. Телевизор. Телевизор. А... Настенный телевизор. Блин, а ему нужно... Да, ему нужен настенный телевизор, чтобы он, блин... А почему нет? Почему нельзя? Почему нельзя-то? Подожди, а в чем проблема-то, собственно говоря? Места, что ли, мало? Да ладно тебе придумывать-то. То есть он должен весь, что ли, на стене лежать? Висеть? Ну, это, блин, как-то неправильно получается. Я же ведь все изначально делал под это. Ну, давай сюда столешницу какую-нибудь под... Под захерачим. Офис. Гостиная. В гостиной должен стоять этот... Столик для телевизора. Столик для телевизора. Правильно? Правильно. Спальная. Спальная комната. Какое-то разочарование, по-моему, меня сейчас настигает. Полка на стенах для небольшого пространства помогает эффективно организовывать вещи. У меня бы полочку... Кронштейны здесь есть, чтобы я мог прихреначить кронштейну этот сраный телевизор. Почему у меня нет такого варианта? Почему я должен страдать? Играю консоль. Это, конечно, здорово, но... Мне нужен просто телевизор. Книжная полка. Книжный стеллаж. Стол. Кофем... Кофемашина. Кофейный столик. Блин. Я, по-моему, уже очень много времени потратил на всю эту хероту. Слушай, а можно вот на стенную полку... Все-таки... Кофейные столики одни, блядь. Вот можно было просто... Вот я не знаю. Короче, вот... Ладно. Дружище, будешь смотреть телевизор вот так. Сдать... Нет, DVD-диски ему нужны. DVD-диски. DVD-диски нужны были, значит, мы ему сделаем DVD-диски. Только что это и куда это, я не знаю. DVD-диски. 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 Гостиная. DVD-фильмы. DVD-плеер. Пусть стоит. Вот так. Все. Все, вот теперь точно вот. Отличное место для проживания. Так сказать... Студия. Так, сдать работу, сдать работу. Смотри. Сейчас у нас... Теперь вы, когда вы закончили первый официальный заказ, я расскажу вам секрет. Моя тетушка и моя дорогая жена оставили эти помещения. Я вам, думаю, это прекрасная возможность начать карьеру арендодателя. Но перед сдачей жилья в аренду потребуется предварительная работа. Угу. Хорошо. Ух и господи. А, какая работа? А, перед сдачей. Перед... Без проблем. Подключить электричество. 4 тысячи долларов. Ёб твою мать. Такое электричество-то, ну? Откуда ты такой дорогой взяли-то? Давай подключим. Что ж теперь? Электрики пришли, чё-то делают. Да ну что ты, куда ты? Чё он стену ковыряет, блядь? Ничего ж не поможет. Отлично, у нас теперь есть электричество. Вам придётся выполнить ещё несколько заказов и накопить на установку отопления. И небольшой ремонт. Удачи! Разблокированы простые ремонтные работы. А, теперь вы готовы для работы над проектами других людей. В приложении работы вы можете выбирать простые ур работы по ремонту. Хорошо. Хорошо. Давай, короче, мы будем ремонтировать всю вот эту вот ебаторию. И будет у нас всё здорово. Покупка. Ёб твою мать. Нет. Какие-то дорогие вещи-то, ну? Да почему он постоянно, блин, дёргает во все стороны? Прям требование к разблокировке выполнено. На данный момент не продаётся. Проверьте позже. А, вот. Работа у меня есть. Ммм. Игрок. Чё такое? Уровни. Случайный контент. Установить контент. Что такое? Отзывы. Отзывы. Ёлки-палки. Необходимая мебель. Использованная дешёвая мебель. Современный держатель для туалетной... Дешёвая мебель. Я специально тебе не просто рулонов накидал. Дурак ты. Ну. Ходил бы вообще, жопу пальцем вытирал. Без рулонов. Предметы могут быть более модными. Плоский телевизор, унитаз, фул. Важная категория. Декор вообще нулевой. Ну, знаешь ли, ты, дружище, мозгат мне не канифоль. Я человек простой. Мне сказали сделать. Я сделал. Здесь у нас, значит, давай за 1600 сразу начнём. А ещё парни, которые сделают мне ванную. По самой низкой цене требование создать новую ванную. Бюджет 1700. Оплата 1600. Будет доплачено, если работа будет выполнена в течение пяти дней. Давай сделаем. Будет доплачено. Будет доплачено. Давай не будем тратить время. И уберём телефон. Так, а куда это мне нужно? Вот сюда мне нужно. Давай приступим к работе. Как это сделать нужно? Начать ремонт. Декор. Выполняя ремонтные работы, вы должны ориентироваться на разные рейтинговые категории, чтобы получить пять звёзд. Категория декора может оказаться самой сложной задачей. Клиент оценит декор на основе суммы, которую вы потратили для каждого типа комнаты. Есть отдельный список предметов, влияющих на оценку. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Короче, понятно. Ой. А где здесь ванная? А, ну вот, наверное, вот эта самая зачуханная комната. И чего? Душевая кабина, унитаз компакт, туалетная бумага, отделка полов. Давайте начнём со всего вот этого вот-вот. Ламинат. Кто ж ламинат-то в ванную кладёт? Наверное, плиточку нужно, нет? Или им прям ламинатом нужно? Ламинат или плитка? Плитку нужно. Пол. А почему нельзя другое что-то выбрать? Ну, бетон, 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 камень, камень. Так, ламинат, линолеум, линолеум. А вот плитка, наверное, да? Панели, панели. Плитка мне нужна. Плитка какая-нибудь такая. Прям простецкая. Вот, наверное, вот такая, да. Класс, класс. Под общую эту, как её, цветовую, конечно, не подходит. Но здесь не было такого же, чтобы этого самого. Подходил под этот коричневый цвет. Хоть в ванной, а будет весёлый. Стены нам нужны, значит, здесь синий или зелёный. Тут нет синего-зелёного. Тут есть бледно-голубой. Небесно-синий. Синий обой. Синий обой, блядь. Кто что-то обой клеит. Давай вот эту вот. Угу, угу. Так, так, обой клеить в ванную. Это совсем надо без мозгов быть. Там же влажно. Там же всё, там отволкнет всё. И отсыпется, и заведётся грибок. Грибок заведётся, и будет там и жить сидеть у тебя. Вот. Так, закончили мы, значит, с отделкой. Настенное растение можно присобачить. И душевая кабина. Душевую кабину давай. Ой, это не душевые кабины. Это, блядь... Это что это? Эхе-хе-хе. Всего за... Сколько? За червонец, блядь, продают. За 10 тысяч можно зато купить. Не, ну давай... Сколько у нас бюджет? Ещё 1300. Давай вот это, конечно, забацаем. Вот сюда вот в уголок сделаем. Блин, ну конечно. Дорого, дорого, конечно. Дорого, очень дорого. Унитаз. Собственно говоря, унитаз компакт. Нет, обязательно унитаз компакт, но... У меня денег на такое нет. А, не все унитаз компакт. Блин, 870 рублей. Но мне осталось... Ладно, давай. Блядь, как ты такой в ванной собралась жить вообще? Или там не она, там он, может быть. Ну просто не, ну это ж вообще не дело. Представляешь? Да переверни ты, ну. Ну прям не знаю даже, как тут ходить в этот туалет. Ну да ладно, давай вот сюда вот поставим. Ну просто здесь как-то вообще не получается всё это организовать. Пространство. Ладно, пусть вот здесь стоит. Вот здесь вот прилепим туалетную бумагу. Ой. Как её называют? Ммм... Туалетную бумагу. Держатель для туалетной бумаги. У меня 421 доллара остаётся. Ой, что-то я сейчас покраснел, наверное, да? Но в этом нет, ничего страшного. Покраснел и покраснел. Можно прихреначить вот такую только. Блин, да что ж такое? Спотыкаться будешь ходить наверняка. Так выпирает за плитку. Так выпирает за плитку. А вот так не выпирает за плитку. Значит будет вот так. И настенное растение какое-то. Говорит мне игра. Говорит, бери настенное растение. Стены. Нет, это не стены. Это... Блин, а где здесь настенное растение-то? Здесь нет настенного. Ёлку можно раздевственскую в туалет поставить. Маленькое растение. Нужно там... Настенное растение. А где ж его возьмут? Что ты придумываешь? Почему нельзя нажать и взять? Это просто. Это кактусы. Маленькое растение. Предмет... Так, только для этого заказа. Ну-ка. Нельзя настенную эту прихреначить. Нет. Вот настенное растение. Нет, давай вот это возьмем. Красота? Красота. Да, вровень вместе с этой душевой кабинкой будет стоять. Висеть, точнее. Все, в целом. Мы закончили этот заказ. Всего за 20 минут мы уже первый заказ выполнили. Вообще красота. Так, и как тут сдать-то? У меня остается 232 доллара. Я думаю, что... Думаю, что можно еще что-нибудь, какой-нибудь декор сюда захерачить. Чтобы... Чтобы, блин... Коврик, например. Ocean коврик. Преддверный коврик. Наверное, вот такой вот. Вот тут что, в толчок... Вот, заходишь, короче, в ванную. В ванную заходишь. Комнату. И у тебя лежит коврик. Красивенький. В цвет всего вот что-то у тебя есть здесь. Что здесь еще можно присандалить? Картинки здесь лишние. Зеркало. Настенное зеркало, да. Будешь сидеть и... Блин, оно наискосок. Это вообще-то ужас. Ужас. Нельзя такое делать. Что здесь еще можно? А я даже не знаю, что здесь еще можно прибавить. Можно вон календарь повесить, чтобы... Сидеть там, не знаю, и... Сидеть и смотреть даты. Да? Чему ее нет? Папоротник. Чем больше растений, тем труднее за ним ухаживать. Но они добавляют в квартире немного стиля. Ладно, не будем мы тут заморачиваться уж сильно с этими декорами. Давай, закончим этот проект. Сдадим работу. А ты зачем туда-то пошел? Я же вроде бы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ковер горит? Нихрена себе ты большой молодец. Записывает. Чего тебе не нравится? Ковер не нравится. Ковер классный. Унитаз. Унитаз. Хоть спасибо, хоть унитаз понравился. Ну, доволен уже, спасибо. У меня аж страшно стало из-за звука из-за этого. Новые предметы мы разблокировали с тобой. Ничего себе, какие вы большие молодцы. А денежку-то мне дали? Денежку-то мне дали или не дали? Так, игрок. Игрок. Второй уровень. Отзывы. Отзывы. Вот это вот так. Претензий нет. Необходимая мебель. Выбранная мебель была не совсем модной. Какая-то разница, модная или не модная. Туалет хороший, ванная тоже. Душевая кабинка, точнее. Стены. Неважная категория. Без вопросов. Первое впечатление. Вообще отлично. Так, ну значит, только пол. Немножечко дешевый материал. Да какие тебе материалы нужны еще? Заработать денег 6 тысяч нам нужно. Ну, давай погнали зарабатывать деньги 6 тысяч. А, где задания мои? Задания мои, вот они. 2 200. Слушай, давай браться, короче, за такие. Средненькие. Заздать новую ванную. Вот. Будем, короче, отделывать ванной в основном. Потому что ванны это здорово. Ванны это классно. Ванны делать интересно. Ну-ка, ся. Ой, тетенька. Это что это так? Это женщина. Игрушечная. Стоит. Так, а где здесь ванная-то? Вот она ванная. Да что ты во все стороны меня швыряешь? И ближе самое главное. Нельзя приблизиться. Ты понимаешь? А знаешь почему? Потому что он за этот дом, видать, цепляется. И говорит, что не. Все, видишь, назад сейчас отъеду. А, ну ладно. Ну давай. Начать ремонт. А, то есть он сейчас все, на дом настроился. И можно спокойно в доме перемещаться. Ванная душевая кабина. Так, ну здесь мы с тобой, опять же, начинаем с полов. Ламинат или плитка. Не будем экономить на плитке. Сделаем не самую дешманскую. Сделаем вот такую вот. Чтобы охренел наш заказчик. Просто сказал такой. Вау, ни хрена себе, у тебя какая плитка? Ты откуда такую взял-то? А я скажу. Да, специально для тебя заказывал. Там хрен знает откуда. Не знаю, из каких там заморских стран. И вообще, блин, вот она вышла мне, аж вот во столько-то денег. И с тебя вот. С тебя причитает с должен, мне будешь. А он мне скажет. Да, класс. Вообще, спасибо тебе большое. Я скажу. Угу. Давай, счастливо. Так, золотой. Золотой категория, желтый. Класс. Блядь. Вот это сочетание, конечно. Ядерное. Просто. Просто ядерное сочетание. Желтый, синий. И зеленый нужен еще. Присобачий, чтобы было вообще классно. Вот это детская комната уже, а не ванная получается. Угу. Ну, ладненько. Уже 100%. Щетка для унитаза. Унитаз компакт. Раковина для ванны. Ванная душевая кабина. Здесь, конечно, вот у нас уже дилемма возникает. Смотри. Получается, что денюжек тратим мы достаточно много. Но здесь вот переплата небольшая. В полтос всего. И думается мне, что... Смотри, как мы привыкли. Заходишь в ванную. Ванную у тебя вон там в уголке, чтобы она тебе не мешалась здесь. Вот здесь можно сделать раковину. Вот здесь... Нет. Здесь нужно сделать толчок рядом с батарейкой, чтобы было тепло. Потому что если к тебе кто-то зайдет, внезапно вдруг открывается дверь, а ты сидишь вот тут вот около окошка на толчке. Нет, некрасиво получается. Собственно говоря, поэтому мы выбираем ставить в ванную именно... 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 Так, ему компакт нужен, да? Это не компакт. А, это тоже компакт. 2700 остается. Ёшкин ты кот. Ну давай вот этот вот. Как его поставить ровненько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Значит, получается напополам. На пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это должно быть посередине. Пять, потом шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять. вот тут должно быть посередине это и выглядит как посередине а потом ставим значится туалетную бумажку доступен только для этого заказа мы такую же устанавливали хорошая штука мне нравится ставим ее вот таким каким-нибудь образом нет вот так вот и ставим значит щетку для унитаза щетку для унитазу самую красивую ставим вот такую поближе к унитазу чтобы не мешалось так чем еще делаем вот здесь вот должна быть раковина где-то вот здесь должна быть раковина раковина для ванны ну нажал а нажалась уже раковина для ванны она у нас знаешь как будет выглядеть прям в окошко чтобы можно было смотреть чтобы она то есть ну как бы прямо вот посерединке окна было вот сюда захерачиваем что-нибудь такое эдакое при на раковина для ванну этот классная не давай вот это вот продадим она продается за те же самые деньги поэтому как бы это уже не ракуни для ванны здесь можно блять плиту поставить и готовить вот здесь вот поставим потом еще зеркало зеркало для ванны можно поставить вы почему в зеркало для ванны нет это как-то некрасиво не получается да да ну ладно давай вот сюда вот поставим зеркальце такое хотя бы такое сраненькое но оно наискосок должно стоять типа чтобы человек заходил такой оп смотрелся в зеркало и пошел мыться вот здесь вот тоже вообще должно быть зеркало но ну что ж что ж тут получается уже нет здесь зеркало такого чё еще можно сюда присандалить вообще вот здесь вот очень много места здесь бы какой-нибудь не знаю чё стена пустая какая-то получается у меня счет полторы тысячи куда потратить нужно но давай чё не сообразим по типу по типу по типу надо было туалетом ухо классный поставить стиралку поставим чё бы нет можно же тратить все деньги правильно стиралку поставим вот сюда во первых это удобно во вторых это по толщине не выпирает и когда ты входишь не врезаешься в эту стиралку поэтому она будет стоять у нас хотя можно под окном поставить ее или нет подожди вообще можно но не нужно потому что там шкаф а вот здесь она вполне естественно вписывается чё это за ванна такая странно неё какой-то этот дно неправильное надо ладно и что мы еще можем при санта при сандале сюда давай декора какого-нибудь не знаю что еще можно сюда прихерачить прихерачить можно здесь что хочешь вообще для тех кто не любит грязь на полу доступен различными узор предверный коврик предверный коврик предверный коврик так ну давай конечно будем всем вот такие вот коврики класть потому что ну хоть они предыдущему этому товарищу не понравились но это же классно когда у тебя есть коврик у двери это очень-очень здорово что еще можно корзин для белья корзин для беля будет вот здесь вот стоять что было короче и еще у нас остаются деньги для того чтобы захерачить какой растение вот сюда например нет она слишком большое получается а вот это это тоже слишком большой а вот это худенькая какой-то блин ну получается ты заходишь в дверь и она здесь стоит нет это не здорово это не круто давай вот сюда вот три настенных этих пепперони блять как они называются пеппероми повесим пусть они вот тут вот висят нормально нет к чему они здесь вообще блять не знаешь я тоже не знаю вообще бонсай какой-нибудь надо вот сюда вот за я что-то вообще какую-то мусорку уже делаю они мне комнату блин ну серьезно это уже некрасиво это все уже некрасиво тюльпаны блин ну это уже мусор получается они комната серьезно коврик мягкий пушистый мягкий пушистый почему здесь такой ковер не знают цвета разные нужны цветов бы сюда добавили разные было бы здорово но давай сюда за хрена чем какой-нибудь зеленый что ли мягкий чтобы вот человек выходил из ванны ему было тепленько ногам не знаю мусор получается мусора не комната мусор прям вот некрасиво мне не нравится агавы или пепперони лучше отойдет давай вот так вот и за хрена чем дверь как раз открывается и все и хорошо все нормально будет все вообще вот все комната сделано 825 долларов сэкономлено свечки еще можно свечки вот сюда вот поставить а еще класс только вот сюда вот да чтобы неровно она была ну и часы естественно часы и блин какие естественно в часах в ванной блин зачем часы в ванной нужны все сдаем короче проект да все же ведь сделано от а у меня же даже предпочитаем мебели было настенное растение не заметил представляешь сдаем работу женщин нравится тебе смотри свои как все красиво сделал ванная нравится ты серьезно что ли ну и ковер сейчас не понравится по-любому же ёптвою мать какие мы придирчивые но это очень в какие рамки я беспокоился о твоих ногах чтобы ты вышла из ванной было тепленько а те все не нравится зато туалет понравились а нет стены ей понравились да получается с полом ну конечно молодец короче тебе ничего не понравилось короче но денежки хоть упали спасибо большое что ты оплатила мне заказ уже спасибо игрок отзывы отзывы а слушай не обходи все по пять звезд кроме первого впечатления коврик я и зебра не понравился лишь к вы какие все блять ой я не знаю как с такими людьми даже общаться нам остался 1200 долларов заработать и будет очень класс 1200 спортсмены счет архитектор требуется дизайн новой спальни в требования проектирование новой спальни бюджет 5 900 будет оплачена из работа будет выполнена в течение пяти дней ну давай забаться и спальню спальню блин еще кого-нибудь для постройки новой ванной вот ванна это классно ванны мне нравится я в ваннах уже эксперт можно сказать давай начать ремонт даже думать не будем сразу будем начинать ремонт так здесь мы делаем полы как и сколько у нас 4000 4000 значит будем вот такой вот с раненькой плитчика я делаюсь серенькой желательно потому что него ковры здесь серые значит серая плитка плитка серая синий серые стены блять конечно ты вообще такой-то мрачный человек небесно-синий небесно-синий пусть будет небесно-синий для ванны этот цвет очень такой приятный так а чё это такое все покрашены стены плиточка выложена все здорово берем значит ванная душевая кабина но с твоим бюджетом конечно ну давай более слушай вот это классная ванна я такую дому и тоже поставил у меня места правда нету давай вот сюда вот за хрена чем ванну правда к чему она такого цвета не знаю давай продадим не будем пока и уставить с туалетом разберемся думается мне что нужно ему унитаз хороший поставить чтобы он был рад ой чтобы наш клиент был рад унитаз здесь ставится только вот ну давай поставим его вот сюда почему-то не поворачиваешь а просто к стене прихерачивать вот поэтому она не по а здесь дверь открывается получается мы сидим на толчке не тоже не здорово здесь открывается мы вообще сидим на толчке тоже не здорово ну давай тогда вот здесь вот рядом с батарейкой чтобы было чтобы было я не знаю даже куда здесь унитаз заставить унитаз это блин план ванную давайте сначала поставим косарь потратим на ванную здесь двух сторон можно заходить но естественно ванную можно с двух сторон заходить крайнике он в ту сторону в притирочку к стеночке чтобы было все ровненько красивенько и ставим у не то вот блин вот эту вот ерунду бы переместить и по и повесить бы вот куда-нибудь куда-нибудь вот вообще бы вот по-хорошему бы вот вот сюда вот чтобы она нам мешала и поставим вот сюда вот унитаз да вот здесь вот унитаз будет а здесь будет раковина Если у нас денег не хватит на раковину, скорее всего Грустно, но в то же время Справедливо, денег-то нам не выдали Раковина для... А, у нас деньги есть Деньги есть и даже задание есть Раковина для ванной Ну, раковина для ванной будет, опять же, у окошка Потому что Потому что Потому что раковина должна... Ты утром проснулся, подошел к раковине умываться Смотришь в окошко, там машины есть Люди ходят, умылся, пошел Поел, ну и на работку, на любимую, на свою Вот Что мы делаем? Мы делаем щетку для унитаза Покупаем. Почему у меня денег больше нет, что ли? Почему здесь нет черной той, которая Мне понравилась Обидненько, обидненько, конечно, да Нет, вот здесь вот должна стоять Щетка для унитаза, потому что Со стороны ванной Стоять туалетная бумага не должна Со стороны Туалета Должна... Ой, со стороны ванной Будет она мокнуть А здесь вот она Уже дальше гораздо, чем Чем ванная, короче Чем туалет Короче, не намокнет она Вот примерно вот на такой вот высоте Должна быть туалетная бумага И все Все мы накупили настенные растения Всем нужно настенные растения в ванной Зачем оно им надо, я не понимаю Глупостями занимаются люди Растения в ванной Ну это... Ой, в ванной, да В туалете и в ванной Зачем оно тебе там нужно? Для тех, кто не любит грязь Настенные растения Три настенные агавы Всем будем агау Вот этот вот человек будет сидеть в туалете И наблюдать, как растет Агава Вот так, наверное, сделаем Вообще, ну, типа, блин, не противно Вроде полторы тысячи еще осталось Да ладно тебе, придумывать-то Откуда такие деньги? Тогда можно, наверное, что-то тут Такое, чтобы что-то сделать Ого Блять, ну Ладно, пусть так Пусть так лежит Хотя, нет, мне не нравится, как он так лежит Но вот этот не нравится, люди Ну, да, давай пусть так тогда лежит Вот он должен быть под ванной немножечко И немножечко вот тут вот Вот так Кривой весь, блять Не могу, не нравится мне прям Тут не достает На унитазе будешь сидеть Ноги будут мерзнуть Опять же, свечечки поставим А, сюда не ставят свечки Обидно, обидно Ну тогда все в целом, да Все, больше нам делать ничего не нужно здесь Сдать работу Нормально, все, нет Дружище, как тебе, нравится все? Красивая ванная там Вообще отлично, говорит Мне нравится ванная Держалка для туалетной бумаги Блять, хуевая, говорит Туалетная бумага У тебя мне не нравится туалетная бумага Как она на тебя держится Агавы Агавы Нравятся агавы ему Три настенные И в целом-то Ну, ну типа Вообще отлично Мне нравится, говорит Ремонт, который ты сделал Отлично Отлично Шикарный кухонный гарнитур С темной отделкой Это получается что? Отзыв какой у нас там? Отзыв, отзыв, отзыв Вообще пятизвездочный Первое впечатление Немножечко просралось, но Отлично Мы Вообще отличные ремонтники Ой, прогресс, прогресс А вот это что такое? Случайный контент Установить контент Непонятно, что это значит Но да ладно Установить отопление Пойдем в наш дом Который нам что-то предоставили И Будем устанавливать отопление Установить отопление за шесть тысяч Товарищи пришли Товарищи пришли Точнее один товарищ пришел Блин За шесть тысяч долларов Отопление нам устанавливать Шесть тысяч долларов Четыридвадцать тысяч рублей Плюс-минус Охренеть, дорогущий какой Вот так, окей Сначала нам нужно здесь убраться Отправь меня туда И мы начнем прямо сейчас Вы знаете, что делать У меня есть для вас сюрприз Но мы на этом заканчиваем Потому что Это был лишь первый обзор Если тебе понравилось видео Пиши в комментариях Естественно Чтобы я это прошел Не прошел Там нравится тебе Эта игрушка не нравится И мы будем ее проходить Естественно После Трейдер Лайф Симулятора Если тебе понравилось Подписывайся на канал Пиши комментарии Любые Вообще пиши комментарии Делись видео с друзьями Ставь лайк И До встречи в новых Видео В новых возможно сериях И Пока